Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! В апреле, 115 лет назад, родился настоящий научный гений, основатель нового направления в палеонтологии и великолепный писатель, идеями которого продолжают вдохновляться культурологи и фантасты Иван Антонович Ефремов. Иван Ефремов получил мировое признание сначала как ученый-палеонтолог, а уже после как писатель-фантаст. Ивана Антоновича преобразование. По-первыхому, среднеспециальному, он был штурманом каботажного плавания. Будущий ученый и писатель проработал год моряком на Дальнем Востоке. Затем он законил биофак Ленинградского государственного университета, а в 1937 году получил еще диплом с отличием Ленинградского горного института. В годы Великой Отечественной войны Ефремов начал реализовываться как писатель. Его произведения сочетали в себе научную фантастику и приключения. Некоторые рассказы оказались пророческими. В экспедиции по пустыне Гоби у писателя родился замысел книги о планете, которую ее счастливые жители превратили в цветущий край, о прекрасных людях и их подлинных человеческих качествах. И он написал такой роман. Он называется «Туманность Андромеды». Роман «Туманность Андромеды» стал, вероятно, наиболее глубоким и значимым произведением советской фантастики. Книгу экранизировали, и фильм оказал глубокое влияние на кинофаст «Фантастику XX века». Проблемы страны начала 60-х годов определили идеей второго романа Ефремова «Лезвие бритвы». В нем писатель размышляет о новых подходах к воспитанию и правлению обществом, о необходимости развития науки, о человеке, о борьбе всех народов планеты за уничтожение ядерного оружия. Он сумел поднять такие серьезные темы в приключительском романе в увлекательной форме. Третий роман Ефремова называется «Час быка». Это роман «Предупреждение». Писатель предупреждал, что миру грозят социальные, экологические и нравственные катастрофы. «Час быка» послужил источником вдохновения куда более широко известной книги «Незнайка на луне» Николая Носова. Описание капиталистического общества с его глубокой поляризацией верхов и низов получилось эталонным, и книга, по сути, популярно издает, излагает идеи Ефремова для детей. Четвертый роман «Таиса Афинская» опубликован был после смерти писателя. Он посвящен эпохе Александра Македонского. Это история приключений легендарной афинской гетеры, основанная на реальных исторических документах и приправленная изрядной долей событий и имен выдуманных. Иван Ефремов вполне может соперничать с Жюль Верном и Артуром Кларком по количеству бывшихся научных предсказаний. В честь Ивана Ефремова назван минерал Ефремовит. Также существует малая планета Ефремиана, открытая 2 мая 1976 года. Приключения мысли. Так Ефремов сформулировал свое писательское кредо. Ни до него, ни после. Ни один писатель не сводил на уровне художественной литературы столь значительный научно-философский материал. Спасибо за внимание. Приходите к нам в библиотеку, мы всегда вам очень рады. До новых встреч! Продолжение следует...